Шестая глава, шестнадцатая и семнадцатая стихи. Это контраст между провозглашением Дария о Боге Даниила и провозглашением Набухадоносора о трех друзьях Даниила. И так же, какова судьба их постигла в печи огненной. И Набухадоносор сказал, что какой Бог может тебя избавить из моей руки? А Дарий, наоборот, сказал, что твой Бог, которому ты верно служишь, Он тебя избавит, Он должен тебя избавить. И поэтому Дарий выражает веру в Бога Даниила. И у Бога Израиля есть сила избавить его верного последователя. Поэтому в этом случае царь является верным другом Даниила. Не только другом, но верующим в Бога. Однако судьба Даниила уже предрешена. Потому что сам царь поставил свою печать на этом указе. И там был особенный способ, которым они использовали для того, чтобы запечатывать указы. Так же мы видим, что яма ров со львами так же будет запечатана. И вообще Бог должен будет что-то необычное, экстраординарное сделать. И поэтому Даниил подвергается испытанию, но также Бог Израиля подвергается испытанию. Но мы находим в 18-23 стихах избавление Даниила. И Дарий не может ни спать, ни отдыхать, ни есть. Он всю ночь не спал. Пока наконец он уже не может сдерживаться, не может терпеть. Он сам спешит к рву со львами. В этом беспокойстве и мучении. Вместо этого превосходного состояния, которое должно быть у царя. Поэтому он взывает к Даниилу. И спрашивает, смог ли живой Бог сохранить его. Но в вопросе Дария звучит позитивная нотка. Фраза такая, что живой Бог Часто используется это слово в Танахе. Сказать, указать на то, что Бог не только живой. Как противопоставление мертвому Богу, мертвым божествам. Но этот Бог активен, Он силен. Он удивителен, Он всемогущий. Он совершает суд и Он дает благословение. И поэтому обычно используют это имя Бога, когда у людей возникает сомнение. И мы видим много таких примеров от Второзакония до книги Псалтырь. Когда какое-то давление возникает в народе. И они ощущают свою слабость. И они сразу вспоминают о том, что Бог есть живой Бог. Он живой и активный, Он действует. И вы знаете, что эта концепция находится за пределами еврейского мышления. Когда в 70-м году мы переехали в Лос-Анджелес. Нам было где-то 21 год. И мы только закончили университет. И мы пошли в еврейское служение, пытаясь достичь полмиллиона евреев. Никто нас не готовил к еврейскому служению. В те дни не было такой подготовки. Можно сказать, закончил свой библейский колледж и сразу впрыгнул, вскочил в еврейское служение. И мы нашли небольшую квартиру на одной улице, где жили еврейская улица. И мы нашли квартиру в доме, где жили пожилые евреи. И для какой-то причины они дали нам квартиру. Поэтому для всех тех людей мы стали внуками. И, можно сказать, пользовались преимуществами этого гостеприимства в общине. И в нашей квартире начали проводить занятия по изучению Библии. Также нам пришлось занимать складывающиеся стулья, потому что мебели у нас не было. И мы начали приглашать этих людей, эти пожилые люди начали собираться у нас дома. И всегда они реагировали на меня одинаково. Когда я училась в книге Исаии. А, что ты знаешь? Ты ребенок. У тебя еще уши мокрые. О, Боже, ты еще новорожденный. Так кто ты такого, чтобы нам говорить? Но я просто постоянно учил Слову Божьему. И от Бога уже зависело, что Он хочет сделать. Моя ответственность рассказать, свидетельствовать, рассказать о Слове Божьем. И когда я учил Слову Божьему, потом также мы выделяли время для молитвы о больных. И я всегда был частью той церкви, которая молилась о больных. Поэтому для меня это было вполне обычно. И всем этим евреям было от 70 до 80 лет. И у них постоянно проблемы тут, проблемы там, болит спина, там болит. Поэтому они все встали для молитвы. Многие из них говорили, да нет Бога. Но, пожалуйста, помолись обо мне. Да. Поэтому, хорошо, мы молились о них. И мы молились один за другим, один за другим. И, знаете, Бог приходил, и Он исцелял их одного за другим, одного за другим. И Он подтверждал наше свидетельство, Слово, которое мы говорили. Потому что ничего уникального в нас не было. Мы были обычными верующими, которые хотели увидеть, чтобы они пришли в Царство Божие. И что Бог смотрел за этими людьми. И Бог любил этих людей. Бог хотел дать знамения, чудеса. Для того, чтобы подтвердить, что свидетельство – истина. И что они также должны прийти и принять Иешуа. Поэтому многие из этих людей также молились и принимали Иешуа. И потом, в один из дней, эта женщина пришла после собрания в главный двор в нашем комплексе. И она покричала одной женщине, которая не пришла на собрание в тот день. И она говорит, «Мейбелла, Мейбелла!» «Что такое?» Она указала на меня и говорит, «Бог слушает Его». Это шок. Ничего такого не было подобного в иудаизме. В еврейской религии нет ожидания, что Бог отвечает на молитву. Это чувство личного взаимодействия. Это что-то абсолютно, что только в Новом Завете. И так же, что Иеремия пророчествовал о Новом Завете. Это то, что Иешуа дал членам Нового Завета. И, как мы знаем, Новый Завет для Иуды и для Израиля. И те, кто верующие, те, кто в Новом Завете, у них есть близкие отношения с Богом. У них есть способность молиться и получать ответ на молитву. И так же они верят в исцеление больных. Это революция для еврейского мышления. И вообще, нет даже возможности, таких вариантов не существует в еврейском мышлении. И, как Библия говорит, евреи требуют знамений. И люди требуют знамений. Поэтому те, кто хочет, чтобы Бог вас использовал, чтобы принести избавление от Дома Израилеву и так же этому поколению, мы должны быть верующими. Мы должны верить в свидетельство Божьего Слова. Мы должны взять Его обетование. И мы должны идти в еврейские общины с осознанием того, что Бог хочет проявить Себя. Бог хочет явить Свою славу еврейскому народу. Он не заинтересован в том, чтобы нас превознести. Он только заинтересован в развлечении Себя. И когда мы дальше идем, осознаем, что Бог хочет этого, и мы следуем за Духом Святым, мы увидим великие и замечательные дела Божьи. Аминь. И когда Данил слышит вопрос царя, царь настолько расстроен, печален и беспокоится, и Данил очень просто отвечает. И он следует протоколу царскому. Данил следует. О, царь, живи вовеки. Живет царь вовеки. Поэтому это первый раз, когда такая фраза звучит со стороны Данила, либо его товарищей. И таким образом Данил подтверждает царствование Дария, который проявляет веру в живого царя. И Данил проявляет свою настоящую верность, преданность царю, в противопоставление с теми, которые манипулировали царем, с другой стороны. И враги Данила попытались сделать это невозможным, чтобы Данил оставался невинным перед Богом и верным государству одновременно. Но у них не получилось. Он надеялся на своего Бога. И в этом мораль истории. И в 24 стихе мы видим, какое наказание постигло заговорщиков. Поэтому Дарий берет этот заговор обвинителей и их персает в ров. С их детьми и с их женами. Жены и дети тоже. И когда враги Даниила казнены вместо него, именно таким образом, как это они планировали для него, это напоминает нам об Аммоне, который был повешен. И это соответствует пророческому обетованию, что когда Израиль спасен, что сами притеснители Израиля обратятся друг на друга и будут уничтожены. И такова тема, например, даже в книге Исаии. И теперь львы достигли самого большого аппетита в отношении этих людей. И это подтверждает еще раз то, что Данил избежал этой казни, избежал львов, и это должно было быть чудо на самом деле. И, вероятно, львы были настолько же голодны, когда Данил находился во рву. Но Бог каким-то образом закрыл им пасть. И что теперь, когда уже оппоненты брошены в рву, они их съели. Это чудо, которое было совершено рукой живого Бога. И в следующих стихах видим, что Дарий намного симпатизирует Даниилу и Богу Даниила, чем Навуходоносор. И в конце самом Дарий еще больше признает Бога Даниила. И также требует, чтобы все народы признали этого Бога. Потому что Богу нельзя просто толерантно относиться. Но ему следует поклоняться в почтении, в почести, с трепетом. Поэтому в его верности к Богу Даниил и его товарищи являются светом для язычников. И Даниил с того времени находится в такой позиции при Дарии и уже после Дария. И после смерти Дария Вавилоны, Вавилоняне, потом Медяне, потом Перси. Можно сказать, присутствие евреев в империи продолжается и важность их возрастает. И даже план Дария поместить Даниила на особенную позицию исполняется даже сверх ожиданий. Верный еврей не только выживает, но также и триумфует. И сейчас мы перейдем к седьмой главе. Я должен сказать, что еврейская община, находящаяся в Вавилоне, продолжала разрастаться и усиливаться на протяжении последующих двух тысяч лет. Мы знаем, что Зерубавил вернулся в Иерусалим в 536 году. И только 50 тысяч евреев возвратились с ним. Остальные предпочли остаться в Вавилоне. К тому времени были хорошие дома, хорошая жизнь в синагоге, и также хорошие у них были преимущества в коммерции. Зачем им вообще возвращаться в то общество, которое полностью разрушено, что все равно нужно восстанавливать? И к 536 году третье поколение уже полностью забыло еврит. И еврит использовался только в литургии. Поэтому даже когда 50 тысяч возвратилось обратно, они не возвратились, говоря на еврите. Они все так же говорили на арамейском. Почему это объясняет нам, что Езра читал им Тору в Иерусалиме, и ему пришлось читать Торгум, либо перевод? Потому что они больше не понимали еврит. И также этот арамейский все так же продолжал существовать на протяжении последующих столетий. И, конечно, в дни Иешуа Иешуа говорил на арамейском, также на греческом, потому что он жил в Назарете, а это деревня, где была торговля, и большой поток торговый проходил с сабора на восток. И также он знает, что у него было знание и библейского еврита. Давайте перейдем к 7 главе. И в этот момент мы переходим к мистической части книги Даниила. И Белшазар's first year would have been the first year of the leadership that he exercised in Babylon. Which would have been about year 550 BC. The dating, the practice of dating the year in prophecy suggested that it was more reliable. It had a solid, concrete dimension to it. We see the first vision in verses 2-6. And would you please read verses 2 and 3? Now the four winds mentioned here in verse 2, are the cardinal winds, those blowing from the four points of the compass. It's the main wind, those blowing from the four points of the compass. And they are suggestive of the power of God, who is able to accomplish His will. We see the great sea mentioned in verse 2. The great sea mentioned in verse 2. This is a term for the Mediterranean Sea. And it seems to suggest a dense concentration of energy. And it seems to suggest a dense concentration of energy. That threatens to disrupt an overwhelmed order. and the threat. And it seems to be a threat. And it seems to be a threat. And it seems to be a threat. In verse 3, we see the great beasts or the creatures. Which are the embodiment of that threatening energy in particular beings. And we find that these four animals correspond to the four metals in Nebuchadnezzar's dream in chapter 2. These denote four earthly empires. Потому что они отражают четыре земных империи. Daniel's vision of winds from all directions и видение у Даниила, которое было, ветер со всех сторон земли дует. Turning the Mediterranean Sea into a tumult. И такая получается, как воронка среди земного моря. These are the four winds and the four creatures suggest the world encompassing totality of divine power. And disorderly energy. Now verse 17 makes the point explicit. understanding the sea and its animals to denote the world and four of its kings. And four again suggests totality. But we see that the four creatures emerge from the ocean consecutively. rather than all at once. And so please read verse 4. So the first beast is like a lion. the features of a lion appeal in the Jewish scripture to ferocity and strength. If you take the features of a lion in the Jewish scripture to ferocity and strength. The lion suggests a destructive ness and courage and fearlessness but it can also be used as a metaphor for any individual or nation even kingship. And it has the wings of an eagle and also the wings of an eagle characteristics suggest speed and rapacity where there is tearing of things apart. he as a 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 and lions and eagles are the leading animals and birds symbolizing the nations in the book of First Enoch. And also the lion and the pts are the leading animals and birds which are also in the book of Enoch. Of course First Enoch is one of the apocryphal books. It is not part of the canon. but I just point out that it has a similarity there. Now the eagle's wings are removed which somehow then reduces the creature to be merely a four-legged animal. And this could be an act of judgment that parallel is the one that Nebuchadnezzar experienced in chapter 4. When he went through his years of insanity. So the wings are plucked off. Demonstrating that it can no more fly. It can no more fly to conquer the whole earth or hover as a ruler over it. Or even just paring in the air in the air in the air over it. Now others suggest that it refers directly to Nebuchadnezzar on the account of the hotiness or the madness that came upon him. when he fell to the level of the beasts of the field. And of course in the process of all that his kingdom was greatly diminished. Nebuchadnezzar's madness had brought about the plucking off his wings. But when he had given glory again to the Most High God his balance came back to him. You know that's the definition of humility. Humility is not wearing sackcloth and ashes. Humility is not going barefoot in black robes. Humility is not begging for food. Humility is understanding who God is and who you are in relationship to him. because if you have a correct understanding of who you are in relationship to God you're humble. When you understand how great he is you see your own diminished capacity. when the kingdom was returned to Nebuchadnezzar when the kingdom was returned to Nebuchadnezzar we see that not only the king was greatly improved but his kingdom was greatly improved. All right. Let me move on. Let's go now to verse 5. Please read verse 5. Here is a wolf and a wolf who looks like a wolf who is on the one side and his three clicks on his mouth and his eyes 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 now here we see a second beast which is a bear and the other beast which is a bear now the Talmud asserts that this is a symbol of the Persian Empire because says the Talmud because the Persian people eat and drink like a bear and they eat and drink like a bear and they're fleshly like a bear and they're fleshly like a bear and they're overgrown with hair like a bear and they're restless like a bear and they're in peace and they're in peace like a bear and so Talmud says that the Persian people are definitely bears and so in Talmud they're that the Persian people are definitely bears but the bear was regarded as a fierce and strong animal но медведь также свирепое животное сильное и оно идет вторым после льва и описание медведя который стоял можно сказать стоял на задних лапах либо же может поднял одну лапу для того чтобы ударить также сказано что у него клыка во рту между зубами это указывает на его природу как хищника который питается телом его жертв the number three here thought to be a rounded number a just a general figure never mind we'll move on Jewish commentators understand these three ribs should be the Persian kings являют these three клыка символизируют персидских царей Cyrus Кира Ahasverus Ahasverus and Darius and Daria on the other hand there are other commentators и другие комментаторы говорят, что эти клыки, находящиеся между зубами не могут говорить о населении империи либо о том, что цари правят над ними но это только те люди, те народы, которые были завоеваны и присоединены к империи и также медведь, хотя он завоевал и также у него рот заполнен клыками все равно он еще не удовлетворен его аппетит не удовлетворен и ему сказано, встань и пожирай плоть, ешь мяса много либо другими словами, иди дальше и завоевывай в эти шестой стих прочтем затем видел я, вот еще зверь, как барс на спине у него четыре птичьих крыла и четыре головы были у зверя сего и власть дана была ему третье животное третий зверь это барс либо леопард у него четыре головы и четыре крыла он известен благодаря своей скорости в Писании в остроте персидские армии и греческие армии были скоростными поэтому если мы говорим, что медведь это символ мидов и современные теологи говорят, что барс это персия и снова цифра четыре говорит о тотальности об универсальной деятельности этого зверя есть разница между тем, что говорят теологи некоторые объединяют медоперсов вместе медоперсидскую империю, а некоторые разделяют это просто разные мнения и мы изучим все эти разные мнения и также важно посмотреть не только книгу Даниила, но и что говорится в книге Откровения и также это станет намного более яснее, когда мы будем продвигаться дальше в любом случае крылья олицетворяют быстрое, очень улицетримительное движение и также четыре головы, это как четыре персидских царя а другие теологи говорят, что это четырехуровневая греческая империя это четыре царя либо же то, что это царство разделяется на четыре царства либо состоит из четырех царств это все усложненное это все усложненное и не всегда это ясно видно не всегда это четко я думаю, что когда мы изучим Даниила и Откровения, некоторые вещи станут ясными и я бы хотела, чтобы каждую деталь мы подробно разобрали так же мы продолжим и у нас останется определенная степень ясности и когда мы завершим книгу Даниила мы увидим, что преднамеренно некоторые вещи остаются неясными то, что очень ясно для Бога не всегда это очень ясно для нас он хочет, чтобы у нас было достаточно информации, чтобы мы шли в правильную сторону но он всегда оставляет нас в позиции, чтобы мы продвигались дальше с верой или в вере следующее видение 7-8 стихи после всего видел я в ночных видениях и вот зверь четвертый страшный, ужасный, весьма сильный у него большие железные зубы он пожирается, крушает, остатки же попирает ногами он отличен был от всех прежних зверей и 10 рогов было у него я смотрел на эти рога и вот вышел между ними еще небольшой рог и 3 из прежних рогов с коронем и строгнуты были перед ним и вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие и уста говорящие высокомерно в соответствии с Медраж это видение произошло в следующую ночь и тут сказано об этом звере, но так он и не назван без имени то, что он ужасен и сильный и можно, нельзя ни одного зверя сказать, кто бы похож был на этого зверя то есть другими словами он совсем другой, чем предыдущие звери и у него нет имени, поэтому для нас это тайно остается и даже менее мы можем предположить, что это какое-то земное создание если взять лев, барс, либо медведь, они более земные все те, которые были до этого предыдущие три создания нам описаны были их образ, как они выглядели внешне и также сказано, что произошло с ними это описано в пассивном залоге поэтому, если взять, например, лев у него были вырваны крылья он был поднят он встал, он был поднят что-то было сделано с ним когда посмотрим на медведя мы видим, что он был поднят что-то было сделано с ним леопард, барс владычество было дано ему и была какая-то сторона, которая все это сделала и четвертый зверь характеризируется активным залогом потому что он пожирает он сокрушает он попирает и акцент на его действиях таким образом это подготовит путь к действию Бога который сам непосредственно пойдет на конфликт с этим зверем и с его поступками также мы видим, что у него железные клыки железо, и также железо смешанное с глиной было с неба на выход носора из чего состоял стукан железо, а потом железо смешанное с глиной и как в 2 главе 40 стихе железо все уничтожает то же самое и с железными клыками которые тоже уничтожают оставшихся также мы видим 10 рогов в Писании рог это символ вооруженной силы вооруженного войска шофар тоже символ царя, символ династии и в 10 рогах среди десяти рогов и в 10 рогах среди 10 рогов в statisticах Nebuchadnezzar 2 всеcos старые В 10 хорнях, в 10 хорнях из небеса из небеса из небеса Тои? Тои Тои, как пальцы, но на ногах Но это было на ладон, вы имеете? Да Да Это было Да Это было Это была Это была Ведение, которое было на ногах Носарова во второй главе 10 пальцев Здесь 10 рогов Как 10 рогов До этого были 10 пальцев И так же Роги находятся на голове одного зверя Как бы зверь, его власть умножается И его сила проявляется в 10 царствах И его сила проявляется, распространяется на 10 царств Некоторые говорят, что звери — это греческая империя И 10 рогов — это 10 преемников Александра Македонского Давайте 8 стих Посмотрим Я смотрел на эти рога И вот вышел между ними еще Небольшой рог И три из прежних Рогов с корнем И строгнуты были перед ним И вот в этом роге были глаза Как глаза человеческие Уста, говорящие высокомерно Это маленький рог Небольшой рог Три рога были строгнуты И мы не знаем, то есть не видно, является ли это действие со стороны малого рога Но, скорее всего, тут страдательный залог, пассивный залог — это действие самого Бога И строгнуты были три рога и подготовлен путь для одного небольшого рога И также у малого рога были человеческие черты Ноза как у человека и рот И взгляд глаза человека показывает на самовосприятие человека Будь это высокомерие, гордость, либо смирение, которое находится во внутреннем человеке И также предположение того, что у него большой рот Это, можно сказать, хвастовство его И часто разговор человека указывает на его гордость и высокомерие И небольшой рог, в принципе, не говорится, что он гордый в своем выражении Но просто он похож на человека и говорит высокомерно И нечестивость, которая здесь говорится Часивость рогов будет видна в 35 стихе Если десять рогов символизируют хелленистских царях Многие ученики хотят видеть маленький рог чтобы быть Антайокус IV Многие ученики хотят видеть маленький рог Малый рог часто называют Антиохом IV Антиох IV — это Антиох-эпифан из Хануккальной истории Еще какая-то интерпретация дается Это антификация малого рога с Антихристом Например, в Откровении 13.5 Мы видим, что зверь высокомерно говорит и произносит богохульство Давайте посмотрим на третье видение Девятые и десятые стихи Наконец, видя наконец, что поставлены были престолы И воссел ветхие днями Одеяние на нем было бело Как снег волосы головы его, как чистая волна Престол его, как пламя огня Колеса его, пылающая огонь Огненная река выходила и проходила перед ним Тысячи и тысяч служили ему И тьмой тем предстояли перед ним Судьи сели и раскрылись в книге И в тот момент, когда народ претендует на то, чтобы стать Богом И когда кажется, что Богу ничто не подвластно Именно в этот момент Бог начинает действовать И были поставлены троны и престолы Не только трон для Бога Судьи Но также несколько престолов для тех, кто с ним находится И один из еврейских комментаторов пишет об этом отрывке Некоторые говорят, что было только два трона Один для Бога, а второй для Мессии А другие говорят, что это были ангелы, которые записали события в небесных книгах В 9-10 стихе мы видим ветхого днями Это апокалиптическое описание вечного Бога Он является первым и последним Он одеяние его как снег И снег, конечно, является символом чистоты Также Волосы главы чистая волна Это говорит о чистоте и святости И в этом случае Даниил является представителем истинного Бога, как старцы И в противопоставление к более современным либо недавним языческим богам Потому что возраст, почтенный возраст вношает уважение Также это производит впечатление величественности Можно сказать, Бог, которого представляет Даниил, Бог ветхий днями И также возле трона пламя огня Огонь в Танахе говорит о чем-то трансцендентальном и абсолютном Огонь удивителен, он опасен Огонь мистичен и разрушителен И вы помните, когда Бог говорил к Моисею из среды огня Также огонь это символ суда Хорошо, может быть, мы должны Дай мне два минуты, и мы пойдем к Хафсака Хорошо Окей Также Колеса его пылающей огонь Это говорит о вездесущности божественного трона Суда Постоянный продолжающий суд Бога на всей земле Огонь окружает трон Божий И так же, как поток, как река исходит от трона Божьего Поглощая все, что греховно Поглощая все, что враждебно по отношению к Богу в мире И воздавая славу Божьему народу, Божьим людям Также в 10 стихе мы видим несчастливое количество ангелов вокруг трона И были открыты книги Также сама концепция о книге, в которой записываются все поступки человека, очень стара Концепция Даже в исходе 32-32 Даже в исходе 32-33